здравствуйте с вами велеслава сегодня будет обзор по сныте наши подписчики попросили меня сделать видео обзор по этой полезной траве вот собственно выполняю их пожелание посмотрите как выглядит сныть наверное каждый из вас встречал такую травку но уверена что каждый из вас знал что именно так выглядит сныть значит сныть обыкновенное называется у нас это растение на латыни растение называется аэгоподиум подагрария аэгоподиум это переводится дословно как козья нога это название закрепил за ней карл линей из-за внешнего сходства очертаний самих листиков с отпечатком козьего копытца вот сейчас крупным планом вам постараемся показать листик если кто-нибудь видел отпечаток козьих копытцев можете сравнить сходство действительно есть если кто не видел пожалуйста google в помощь значит второе слово подагрария происходит от греческого и дословно переводится как ножной капкан это связано с тем что издавна это растение применялась при болях в ногах а наше же название русское сныть но есть такой есть такая версия что это видоизмененное слово снидзе что означает еда и действительно встречаются другие названия сныти такие как снидзь 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 трава дело в том что питательные свойства сныти были известны с давних пор может кто не слышал из вас есть такая поговорка дожить бы до сныти это это означает что после долгой зимы когда заканчивались все витамины и запасы зерна и людей ничего не оставалось они шли в лес собирали молодые листики сныти и использовали их в качестве еды в том числе и в качестве лечения и в качестве еды сныти квасили и солили и варили с ней щи а также сушили впрок в наше время можно найти также сведения о сныти в большой медицинской энциклопедии ее полезные питательные свойства в одном ряду ставят в один ряд с петрушкой например или с укропом химический состав тоже достаточно богат у сныти и интересен тот факт что он максимально приближен к формуле крови человека именно в связи с этим люди могут долгое время принимать сныть в пищу и передозировка попросту невозможно то есть кушайте ее сколько пожелаете молодые листья сныти и побеги содержит огромное количество аскорбиновой кислоты поэтому и применение в пищу помогает справиться с весенним а витаминозом предотвращает развитие цинги и в том числе также у сныти и в сныти содержится яблочная лимонная кислота холин каротин кумарины минеральные соли различные эфирные масла среди минеральных солей соли калия в составе кальция железа меди в общем можно долго перечислять состав ну я думаю то что я перечислил уже достаточно чтобы убедиться насколько полезна данная травка именно вот благодаря такому великолепному составу его используют в качестве противовоспалительного средства болеутоляющего общеукрепляющего желчегонного мочегонного противогрибкового детоксационного цитотоксического применяется в качестве седативных препаратов саму сныти можно использовать не только внутрь но и наружно в качестве компрессов и свежих листьев или из сухих листьев неважно ну конечно лучше и свежим при значит всевозможных ревматических заболеваний при артрозах артритах подаграх и тому подобное также при диатезах при судативном например диатезе можно использовать компресс из молодых листьев при рожистых воспалениях и других проблемах с кожей что еще хотел сказать помимо всего этого замечательного что же перечислила а забыла упомянуть что при заболеваниях почек она использует трава используется при заболеваниях желчного пузыря также применялась сныть что еще что еще забыла вам рассказать а вот да при лечении воспаления скелетных мышц то есть при миозите также сныть отличное средство в качестве противогрибкового средства его употребляют ну и поскольку я вам сказала то что в нем большое количество витамина c то можно делать всевозможные салаты готовить супы и прочие блюда кто не хочет пережевывать листья кому-то может не очень приятен этот вкус можно сухие листы перемолоть порошок и в качестве приправы добавлять в готовые блюда значит а цинги великолепно это средство помогает для этого достаточно листа свежий лист пожевать медленно и будет достигнуть достаточно хороший эффект против цинги значит отлично средство против отличное средство в качестве профилактики против образования опухолей различных что еще детекционное действие помогает справиться с интоксикацией организма например вызванного я не знаю там химии терапии или любыми другими токсинами значит сныть еще помогает бороться с тромбами препятствует появлению тромбов а также она растворяет уже образовавшиеся вот а кумарин который входит состав сныти он значит отлично чистит кровеносные сосуды то есть он расщепляет липопротеины низкой плотности которые засоряют кровеносные сосуды тем самым происходит очищение достаточно уже много чего вам рассказала про растения у него действительно огроменный список использования и внутрь и снаружи и в качестве еды даже надо было сказать корневища у растений также применяются их используют в борьбе с депрессией неврозами и бессонницей в виде ван с акваром собирают сныть в мае лучше всего собирать сныть в мае в июне когда она молодая свежая так что рекомендую друзья если вы живете в экологически чистом месте обязательно заготовить для себя эту прекрасную травку сейчас с ней попробовать приготовить различные блюда заготовить проб не упустить такую возможность если у вас остались или возникнут какие-то вопросы обязательно пишите комментарии можете также оставлять пожелание о чем бы вы хотели чтобы я сняла видео обзор надеюсь вам было интересно мой рассказ про сныть оставайтесь на канале подписывайтесь те кто еще не подписался ставьте лайки с вами ваша велеслава всего доброго